Повысить тарифы на содержание и ремонт домов управляющие компании хотели давно. По их общему мнению, в Череповце самые низкие расценки. У нас, скажем, в общем платеже, который человек получает квитанцию, на сегодняшний день техническое обслуживание дома составляет от 16 до 20% всего остальной ресурсы. То есть, если человек платит за квартиру 4 тысячи, грубо говоря, там 800 рублей техническое обслуживание. То есть, эта доля небольшая. Довести экономические расчеты до собственников не получилось. Не получилось построить и конструктивный диалог. Была попытка установить тарифы путем проведения собраний, но в большинстве случаев такие собрания оказались несостоятельными. Только 20% домов в городе определились с тарифами, 80% тарифов не имеют. На сегодняшний день уже обязанность городских властей вмешаться в эту ситуацию и установить тарифы. Городские власти решили выступить посредниками между управляющими компаниями и собственниками квартир. Чиновники посчитали затраты и дали компаниям рекомендации, до какого уровня можно поднимать тариф. Такое вмешательство в жизнь своего дома череповщане восприняли по-разному. Мы, говорится, голосовали против. Все равно, да, приняли повышение. Нам без разницы. Все равно повысят. Даже за, если или против, все равно повысят. Мы за, потому что все равно надо платить. Все равно кому-то надо платить, Господи, но кому-то надо. Некоторые череповщане пожаловались, что ни о каком голосовании они ничего не слышали. Дескать, управляющая компания сделала все без привлечения общественности, без лишнего шума. По мнению адвокатов, доказать, что это было именно так, достаточно сложно. Есть у вас факты, допустим, когда вы говорите, что голосование было проведено формально, без нашего участия, вообще без его участия. Компания подтасовала результаты и прочее. Ну, цивилизованный государство об этом, президент говорит, судебные решения. Теоретически. Практически, я не знаю ни одного судебного решения, которое бы признало голосование недействительным. Чиновники и правозащитники единодушны в одном. Лучший выход из сложившейся ситуации создать ТСЖ. Самим управлять своим домом. Менять, если понадобится, обслуживающую организацию. Кстати, в городе есть специалисты, которые готовы обсуждать и снижать уровень цен. Наша компания предлагает несколько другой путь решения, чем тупо поднять тариф. В настоящий момент мы применяем ремонтную программу, которая идет плюсом к тарифу. Жильцы определяют 4 или 5 рублей, они будут платить дополнительно. За счет которых, как таковую рассрочку мы предоставляем, просто на 2-3 года. А пока большинство череповчан предпочитают не решать проблемы своего дома. Мэрия предлагает ввести универсальные правила. Совсем скоро за обслуживание и ремонт домов горожане будут платить больше в среднем на 150-400 рублей. Цифра будет зависеть от типа дома. Всего таких типов 8. Согласиться с новыми расценками или нет – дело каждого дома в отдельности. Главное этим делом, наконец, заняться. Об этом в очередной раз сегодня напомнили городские власти.